О, Крейг, привет! А чё, macOS Big Sur вышел? Ну, славно. А я сейчас про кошелёчки хотел рассказать. Да, вот эти кайфовые. Это iPhone 12 Pro Max, синий на 512 гигабайт за 140 тысяч рублей. Чтобы сделать его чуточку более нарядным, ты покупаешь вот такой вот кошелёчек жёлтый на магните, вот так вот сюда прихлопываешь, 6 тысяч рублей он становится красивый. Зачем? Чтобы носить там карту-тройку, ведь ты купил его в кредит, долбов***ть. А с вами Вилсаком, и сегодня мы поговорим про главный аксессуар этой осени, а именно чехольчик на магнитике для айфончика. Кроме шуток, эта вещь изменит вашу жизнь, разделит её на до и после. Поехали. Вот вы, наверное, думаете, что я сошёл с ума. Ну, я же не снимал 40-минутные обзоры пластиковых чехлов для iPhone XR, я не настолько сумасшедший. А вот эта штука действительно очень крутая. Я больше всех кричал, что это абсолютнейшее дичи-баловство, а потом повесил на свой iPhone, чтобы походить попробовать, и оказалось офигительно, офигительно круто. Реально меняет восприятие телефона, смотри. Опа, легко схватить со стола. Вот ты так положил, вот так вот камера у тебя ничего не царапается, не бьётся. Сейчас всё расскажу. Но чтобы вам совсем было хорошо, зашлите мне коробочек приятных. Значит, MagSafe раз. К нему, конечно, адаптер два. Вот такой у меня есть коричневый, красивый. К нему же жёлтый, симпатичный. Сверху ещё синий прилетает. Ой, всё это денег безумных стоит. Прозрачный чехол для iPhone 12 mini. Вот такой жёлтый, большой для моего iPhone. Вот такой чехол. И ещё вот такой красивый, богатый, дорогой. Сейчас мы их откроем, посмотрим. Но это всё, на самом деле, баловство. Apple настолько заморочились. Всё же, сделали вот такой сайт. А на нём вы видите QR-код, а вы свой телефон наводите и попадаете на сайт, который называется experience.apple. Ты понимаешь, насколько адрес вообще козырный? И давайте соберём наш сетап мечты. iPhone 12 Studio. Вот так эта история выглядит. Давайте начнём. И для старта нам нужно выбрать конкретную модель. Ну, я, соответственно, с iPhone 12 Pro Max, поэтому я выбираю его. Нажимаю, собственно, подтверждаю. И дальше смотри, как красиво сделано. Вот ты его скроллишь, и тут вот такие вот 3D-эффекты вообще космические прям происходят. Чего? И мне не нравится цвет. Я хочу выбрать другой абсолютно точно. Синий. Ну, у меня же синий, да? Окей. Дальше я выбираю кейс. Ну, пускай он будет красный. Или вот такой вот симпатичный. Пока вот мне не нравится только то, что нету кожаных, на самом деле, здесь на сайте. Но, наверное, они скоро появятся. Пока только силиконовые. Ну, пускай будет красный. И дальше я могу приматчить к нему валит. Например, жёлтый, как у меня сейчас. Или, может быть, синий. Вот так мне нравится. Синий, красный, синий. Такой зачётный цвет, сочетание. И смотри, опа. И теперь мне остаётся только добавить своё имя, понимаешь? Вилсаком я пишу, почему нет? И вот так вот продолжаю. И у меня собирается мой сетап. И теперь я могу на него посмотреть в таком виде или вот в таком виде. А потом я могу это, понимаешь, ещё и сохранить. Соглашаюсь. White Download. И вот моя картинка симпатичная, понимаешь? Вот она. Давай, сохраним её. Охренеть? Зачем? Ну, на самом деле, прикольно. То есть, если что, вдруг заморочитесь, можете комбинировать себе варианты. Но кто, если не Apple, будет такую дичь творить, а? Ну и, собственно, как это работает? Представим, что у меня есть iPhone 12 mini, зелёненький. Вот я его в таком белом чехле носил. А теперь хочу, чтобы он был прозрачный. Мне люто не нравится вот этот чехол, потому что вообще любой прозрачный. Потому что он какой-то слишком пластиковый, слишком дубовый, что ли. Но вот в маленьком исполнении он забавный. Я засовываю туда телефончик. Вот. Кстати, он туда легко-то не залазит нифига, в отличие от силиконового или кожаного. Потому что это действительно пластик. Хотя, ты знаешь, вот так, мне кажется, забавно выглядит. Вот так какой-то в этом прикол есть. А дальше я открываю, собственно, вот так вот wallet. Он вот в такой штуке лежит. И смотрите, какая в нём приколюха. Ты когда его вот так сзади приклеил. И мы с вами, помните, да, в распаковке iPhone 12 уже заценили, что он прям идёт матч в матч. Соответственно, ты его приклеил. И отсюда достать карточку при таком состоянии практически невозможно. То есть она и не выпадет. И, понятное дело, что вот так пальцем тоже, ну, ногтями, если они вот такого размера, ещё окей. Поэтому здесь сделано как? Ты её вот так снимаешь. И здесь лежит бумажка, где, собственно, на инструкции указана стрелка. Что ты вот так вот пальцем это всё достаёшь и радуешься. Соответственно, что можно носить вот в этом непосредственно wallet, спросите меня вы. Хрен его, блин, знает. Я, честно говоря, думал, что он отвалится прям моментально. Вы видели ролик какого-нибудь Маркуса Бронли, который растиражили в интернете с его вот этими вот скини-джинсами. Ну, в такие джинсы, прости, туда рука залезает с трудом, понимаешь? А какой-то телефон с wallet засунуть туда хочешь. Я хожу в подстранских трениках, и в трениках всё отлично. Я, на самом деле, даже с ProMax, где он, вот он, не страдаю. Понимаешь? У меня не упал вот этот самый wallet ни разу. То есть он может, конечно, выпасть, но он не падает. Я охренел, насколько это прикольная штука. Потому что, во-первых, её можно теребонькать в руках. А все мы обожаем что-либо теребонькать. То есть ты такой сидишь, что-нибудь снял его, достал, вот эту фигню вот так делаешь, потом обратно положил, на стол бросил, сюда приклеил, надоело, снял вообще нахрен. Понимаешь, что здесь не мешает, да? Я офигел, насколько это реально забавный аксессуар. Да, 6000, да, абсолютно бестолковый, потому что что в нём носить, но мега забавный. Вы же помните, что я ресторатор со стажем, и у нас есть сеть ресторанов Schwarm, куда вы можете пойти и навернуть царской шаурмы. Так вот, когда ты покупаешь iPhone, у тебя на другое и денег-то нет. Поэтому карточку скидочную в Schwarm ты можешь носить вот здесь, пожалуйста. Второй момент, насколько крепко всё это держится. Ну, вы знаете, в принципе, если сделать вот так, я сейчас вам покажу. Слушай, а на маленьком, кстати, слишком хорошо держится. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы он слетел с него. Тут пятно контакта большое, а, соответственно, телефончик маленький. То есть, ну... Ага, можно. Ну, собственно, я пробовал, поэтому я знал, что так будет, но нужно прямо постараться. То есть, вот как-то вот так сделать. Сейчас, секунду. Просто, чтобы телефон не улетел. Ага! Ну, это реально мощно. Соответственно, вы можете носить эту конетель на чехол или непосредственно на телефон. С чехлом не знаю, это уж на любителя, но мне нравится именно на голом телефоне. Какая-никакая защита, когда вы его на стол кладёте и со стола брать достаточно удобно. То есть, ты такой хопа, схватил и всё. Короче, вот такая вот история. Странно выглядит, но здесь есть яблочко, это кожа, а это значит хорошо. Ну, и для красоты у меня есть вот такая вот радость. Соответственно, кожаный чехол, они ток-ток начали появляться. На старте не было. Вот этот чехол стоит даже не гуглить и сколько. Просто можно купить три смартфона Xiaomi по цене кожаного чехла для Pro Max. Дальше мы с вами достаем вот такой кожаный, собственно, кошелёк. И у нас получается, смотри, какой секс. Просто вообще запрещено. Это 18 плюс сейчас будет. Но скажи, что это не тотальный стиль. Это просто запредельный кайф. Очень нравится. Вот так прямо секс. Сюда можно положить свою платиновую карточку. Сюда можно положить свой пропуск, например. Очень удобно. Опять же, понимаешь, ты подходишь к терминалу. Ну, допустим, тебе надо считать. Бздыньк. У американцев до сих пор Apple Pay не развит. Они таскают карты. И вот здесь можно хранить свою карту. Свою Apple-карту или ещё что-то. То есть, это не так тупо, как может показаться на первый взгляд. Реально прикольный аксессуар. И хочется верить, что это только начало. Потому что мы с вами не просто так вспоминали MagSafe, который есть у меня здесь. Соответственно, вы можете его также использовать. Единственное, что вместе с Wallet'ом не получится. Его нужно будет отсоединить. Но сам факт, понимаешь? Вот она. Вот он, сетап моей мечты. Но единственное, что без чехла мне чехол не нравится. Либо вот с белым чехлом тоже смотрится, понимаешь? Вот это кайф вообще прямо. Опа! Мне нравится, что ты можешь комбинировать. На самом деле, мне кажется, на ремешках для Apple Watch компания из Купертино зарабатывает чуть ли не меньше, а может быть даже и больше, чем все остальные, блин, на продаже этих смарт-часов. Потому что каждый год новый сезон, новые серии. Там такие, там сякие. Тут теперь вообще без застёжек. Народ всё это покупает. Ремешки стоят безумных денег. И они на этом зарабатывают. Тут будет примерно то же самое. Это только начало. Сейчас полезет ещё всяких цветов дофига. Разные комбинации. Вот ты уже как бы себе что-то там навертел. И, соответственно, немножко выделяешься на фоне остальных. Цвет телефона, цвет чехла, цвет кошелька. Вау! Комбинация! И я такой, сегодня я игривый. Поэтому я сделаю себе вот такой сетап. А сегодня я такой более скромный. Поэтому пойду с таким. Хрен его знает. Дишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мне кажется, этот ролик заслуживает вашего царского лайка. Потому что это ровно та информация, которая вам нужна сегодня в этот тяжёлый четверг. А я с вами прощаюсь ненадолго. Потому что завтра, пятница 13, старт продаж. Big Sur вышел. Поэтому мы подсмотрим, чё, как потестируем. Макбуки на процессоре M1 уже летят, надеюсь, в Россию. Поэтому мы тоже будем их щупать пальцами. В общем, много всего интересного. Потому что не говорю про то, что я играю в Человека-паука Майлз Моралес на PlayStation 5. Я играю в Assassin's Creed Valhalla на Xbox Series X. Я вообще в полный рост угораю. А ещё 8K на RTX 3090. Когда, блин, всё успеть. Увидимся.